И здравствуйте, уважаемые! С вами Зигзахедж и 24 серия приключений Зига на сервере Цвелском на сборочке поста под Цвелсипс. И я здесь себе решил немножко поделать обсидианчика. Я когда-то всё-таки за кадром вот эту систему автоматизировал, потому что мне стало лень. Обсидианчика мне нужно приличное количество, я думаю, что, ну, стак, ну как приличное такое, неприличное, да, неприлично-приличное. И нужно он мне для того, чтобы сделать себе вот такое прочнённое стекло в промышленных масштабах. Мне нужно много, делается у нас 4-2, поэтому, возможно, даже не один стак, а два. После этого мы с вами, соответственно, встретимся внизу, где я буду себе делать это стекло. Зачем оно мне нужно? Ну, можете прямо сейчас попробовать написать в комментариях и угадать, а я ушёл в закадрию. Я как обычно, да? Я не посмотрел, сколько у нас с вами получается из одного обсидиана пыльки. Но, в любом случае, я себе эти две машинки уже сапгрейдил на, ну, вот на этот апгрейд, да, до него. Для того, чтобы немножко убыстрить процесс, потому что такого стекла мне в итоге понадобится 66 штук. Ну что, всё ещё не догадались для чего? Пишите в комментариях, если догадались. А я жду, пока у меня появится необходимое количество стекла. Я решил, на всякий случай, сделать себе немножко больше этих штук, потому что я придумал ещё один способ. Ну, точнее, не способ, а ещё одну вещь, которую я могу сделать. Смотрите, я вам дам небольшой намёк. Если мы с вами ставим это стекло в мир, мы его можем срубить киркой, и оно рассыпается. Чёрт, вот это вот сейчас обидно. Я думал, что оно не будет рассыпаться. Ладно, ничего страшного. Теперь я пойду в самый-самый низ своих шахт, и мы с вами увидимся там. Ну и теперь-то вы точно должны понять, что это забудет за адский механизм. Ммм, нет? Всё ещё не можете? Ну, тогда я его построю. Ну, хотя, ну, ребятки, ну, сейчас-то уже всё действительно банально. Единственное, что весьма неожиданно. Я же говорил то, что Тинкерс читерный мод, да? Ой, Тинкерс. Почему Тинкерс? Термалка, конечно же. И Дамирка говорил, и я говорил, и все вам говорили. Именно поэтому я его редко ставлю в сборке. Ну, ладно, я уже почти, на самом деле, закончил конструкцию, поэтому давайте уж я её в кадре, наверное, доделаю. Ну, собственно, нужно будет только потом придумать одну вещь, которую я вам только что продемонстрировал. То, что это стекло у нас с вами от Кирки успешно разлетается. Итак, что мне нужно сюда положить? Мне сюда нужно положить вещи под названием Soul Sand и, собственно, наши черепа. Ну, если вдруг кто-то до сих пор не угадал, хотя я сомневаюсь, что такие есть, то теперь-то вы уже всё видите. По какой-то причине визор не разрешает вот эти вот стёкла. Кстати, да, кто угадал, тот молодец. Единственное, что будет очень ржачно, и я, на самом деле, проверил это дело в сингле, это сработало. Будет очень ржачно, если это сейчас не сработает на сервере. Ржака будет просто ух, но зато будет экшон вам. Так что вот не знаю, пока серия будет экшон или не экшон. Где мой джетпак? Ать, ать, ать. Визор! Ну, только сработай, пожалуйста. Я тебя прошу. Давайте сделаем вот так. И я куда-нибудь отойду, вот здесь подожду какую-нибудь маленькую мышку, да? Визор, взрывайся. Визор взорвался. И, как мы видим, как мы видим, меня жрёт какой-то ликанит, который намного более сильный, чем долбанный Визор. Хрен, дельцы. Я очень хочу материться, но не могу. А, я надеюсь, что Визор сейчас там не улетит, не задеспаунится, ничего с ними случится. Ё-моё. Откуда-то эльфочка придачил, видимо, ещё один спаунер, и мне стало страшно. Я думаю, что сейчас меня здесь ещё и сверху будут по-всякому раскладывать, да? Маленькая дурацкая мышка. Это плохо. Я не боюсь теперь Визора. Он у меня спокойненько там сидит в клетке. А вот мелкую вот эту вот хрень... Где ты? А, ну Визор, ладно. Кстати, мелкая хрень, похоже, ушла. Ну, в общем-то, осталось только здесь стоять. И единственное, что мне здесь он сделал дырочку, да? И его вот так вот долбить. Я единственное, что ничего не вижу, но, в принципе, и пофигу. По мне, повреждения не проходят. Так что, ребятки, я его сейчас здесь задолбаю. Хотя, ладно, давайте задолбаю при вас. Чтобы продемонстрировать, что ничего страшного не происходит. Кроме того, что здесь опять эта зелёная мышь. Хорошо, что я не стал ставить паузу, да? Вот как? Вот вы издеваетесь, да? Вот как это происходит? Мышка, хочешь, я тебя к Визору запихаю? Вот, вот иди туда, иди к Визору. Знаешь, он хороший. Он тебе сделает приятно. Он на тебя повесит твой любимый эффект, хрендель. Да дай погибу. Я попал, видимо, да? Да, вот потому что от неё у меня здесь осталось подарки. Так, Визор, ты здесь вылечился. И тремор. Кстати, вот вопрос, а тремор это стекло не сломает? А то тоже будет ржака. Ну ладно, по тремору я могу, допустим, стрельнуть из лука, да? Ой, какой зомби? Да вы прикалываетесь. То Рамон, то зомби. Я не вас бью. Ай, зомби, ты сюда пришёл. Слушай, а давай я сначала за могилой за своей схожу, а? Так, нам с тобой будет как-то приятнее, я думаю, общаться. Блин, вас двое. Отдай мне мою могилу. Вас трое. Так. Лук. Лук на голо, если можно так сказать. Где третий зомби? Где этот хрюндель? Так, визор. Визор. У тебя всё хорошо, визор? Давайте, кстати, включим себе магнитик. А то там у него всякие вкусности. Вот сейчас меня, если опять сзади кто-нибудь догонит, опять будет весело. Тут ещё проблема в том, что я же не вижу нихрена. Из-за того, что там замечательный модный эффект и стоит. Тремор, 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 тремор. Тремор, спокойно. Только не взорвись там. Не взрываешься же, тремор? Ты же просто появляешься от взрывов, да? Тебе же нету нужды, блин, блоки снимать. Что я сделал? Ммм. Я нихрена не вижу. Тремор, уйди. Так, тремор ушёл. Хорошо, визор ты где? Блин, вот надо было всё-таки, наверное, своим изначальным планом пользоваться. Он был немного другой. Я себе стекла сделал много немножко для другого. Я себе стекла сделал много для того, чтобы визора убивать убивал дэй. Ну, выдвигал дэй. А вовсе не такой фигней страдать. Ещё есть тремор? Блин, вот гурацкие треморы. Если честно, о них я почему-то не подумал успешно. Ладно, ничего. Я вроде что-то убиваю. Надеюсь, это что-то визор. Давайте здесь откроем ещё одну дырочку. Теперь мне ещё холодно, да? Визор, ну ты чего? Ё-моё, я не вижу из тебя ни хрена. Во, здравствуйте. Чуть было не это называется, да? Слушайте, я это заставлю, я не могу. А то я никогда, я чувствую, не доживу до момента, когда я смогу спокойно убить визора. Так, тремор. Тремор, иди в жопу. Визор, не иди в жопу. Визор, иди ко мне. Так, 54. Не вижу ничего. Визор, 54. Визор, умри, пожалуйста, 34. Да, всё-таки получился экшон, да? О, Дезерстар. Так. Окей. Это вот я поставлю, пожалуй, на место, да? Я сюда поставлю пару факелов, потому что надо. И мы с вами увидимся на базе. И, ребятки, чтобы не забыть, я её повешу вот сюда. Если я вдруг забуду, где у меня Дезерстар, то вы все знаете, что мне придётся идти убивать второго визора, да? Но, к сожалению, здесь проблема в том, что это были единственные три головы, которые я в итоге нашёл. И, да, наверное, в итоге я потом буду делать такой же спаунер, как Дамирка, потому что вот этих вот звёзд нам с вами понадобится очень много. И почему я, собственно, решил прямо-таки сейчас убить визора? Потому что, ребятки, для того, чтобы продолжать пневматик крафт, мне рано или поздно придётся себе скрафтить такую вещь, как цилиндр. Нет, как вот Кэнон Берл. Блин, где-то, короче, в каком-то из рецептов нам с вами уже были необходимы духи Гайи. И мне, в итоге, как бы хотелось бы эту Гайю убить. Но, ладно, я, видимо, что-то подумал об одном, сделал другое. И, в итоге, нам это сейчас не нужно. Какой я молодец, да? О, здесь всё закончилось. Что у нас с вами получилось? Я, на самом деле, вчера не смог, к сожалению, здесь посидеть за кадром. То есть, я вам записал серию и, грубо говоря, пошёл спать. Элочка здесь, конечно, была. О, у нас с вами есть 7 ведер LPG. Это замечательно. Давайте в таком случае себе сделаем, как эта фигня называлась, которая перегоняет... Давайте я просто, наверное, напишу пластик и посмотрим, как она делается. Вот в такой вот фигне термопневматическая станция обработочная. Одна труба. Я вот здесь вот решил всё это дело держать, потому что с собой всё таскать очень неудобно. Хотя, блин, можно подумать, бегать наверх и сюда тоже не сильно удобно. Ладно, давайте скрафтим. И я себе скрафчу ещё один этот вертекс-тюб, и мы с вами увидимся. Вортекс. Вортекс, не вертекс. Вортекс. Краник, краник, дай мне нефти, пожалуйста. Спасибо тебе, краник. Пока нам краник даёт нефти, я себе всё-таки сделал ещё один air compressor. И сделал себе три вот таких штуки, потому что я про них совершенно забыл. Если мы с вами их приложим к холодным сторонам нашего вот этого вот вортекс-тюба, то они будут намного быстрее охлаждаться, тем самым более эффективно нагревать это устройство. Так, я думаю, что давайте мы с вами, если уж здесь начали заниматься пневматиком, продолжим в этой стене. А то чё-то мне... У меня очень недырявые стены, это странно, да? Нужно срочно их продырявить. Продырявил на свою голову, немножко рановато свернул. Ладно, ничего страшного. Давайте выход, допустим, будет... Офига себе, что это? Ха-ха-ха! Ладно, вот здесь будет выход, допустим, да? Я потом что-нибудь сделаю с этой штукой, пока отсюда ликониты не полезли. Да, в принципе, я думаю, нормально. Мы с вами вот сюда вниз поставим вот эту штуковину, и сверху она будет греть. На неё, соответственно, к ней, во-первых, нужно будет провести трубы, мы с вами это вот оттуда сделаем. И сверху мы на неё поставим наш процессинг-плент. А я же его крафтил, куда его, блин, сунул? Конечно, где же он ещё может быть? Блин! Так, начинаем! Так, так... Ну и, допустим, вот сюда мы с вами поставим наш компрессор. Я надеюсь, что его-то я хотя бы там не оставил, и нормально он у меня скрафтился, да? Дырочку у тебя здесь, здесь. Режим у тебя всегда только по Redstone-сигналу. Redstone-сигнал у нас с вами есть здесь. Отлично. На тебе твой заслуженный уголь. Я, кстати, не взял... Давайте, наверное, в таком случае... Я два возьму, да? На вот эту штуку. Ну, в смысле, не на вот эту, а которая нам с вами вот на эту. На обработческую нашу хреновину. Так, эта штука нам с вами будет всё холодить. Единственное, что вниз нужно поставить тоже hit-sync. Ох ты, ёх ты! Как у меня есть красиво, так красиво. Ладно, у меня есть jetpack, он меня спасёт. Hit-sync наш, то бишь, радиатор. Бум. Отлично. Пусть ликониты греются. Кстати, вот единственное, что я не помню. Работает ли эта штука с модом на температуру? И будет ли мне здесь жарко, холодно и т.д. и т.п. Я, если честно, не проверял. Так, а вот там я кому интересно это ставил, радость эту. Вот, так намного лучше. Так, сверху мы с вами ставим наш заводик, недозаводик. Отключаем jetpack, чтобы случайно куда-нибудь не перепрыгнуть. И в него нам с вами нужно, во-первых, положить уголь. Я его положу сюда. Эту штуку нам с вами нужно греть. Единственное, что вот зачем, ему есть нарисовано давление, я не знаю. Возможно, она требуется, это давление здесь для чего-нибудь ещё. Она, вы обратили внимание, как я говорю, да? Давление у меня она. Так, и из верхней штуки, я отсюда убираю стекло, ставлю наши трубы. И, кстати, да, на вопрос до мерки я, конечно, думаю, что ему что-то ответил. Но эти штуки вполне себе считают не полный блок за полный. То есть здесь всё нормально будет. Здесь у нас с вами не будет никакого, никакой потери в этой самой, в тепле. Вот сюда мы с вами будем подводить LPG. Наш Liquid Petroleum. И сюда мы с вами, конечно же, поставим сервушку. Эту сервушку мы скажем, что она работает всегда. И LPG должна пойти вот сюда. Вкусная-вкусная LPG. Нам с вами нужно добить температуру. Погодите, а это же так делается. Мне же тебе просто нужно сказать, что тебе нужно немножко подогреться. Или всё-таки ей тоже нужно давление. Что-то вроде там ничего такого нету. Включайся. 5 бар. И наша штука сейчас, по идее, должна начать греться. Это начала греться? 23 градуса. Начала. Ждём. Следующая у нас на очереди машинка под названием Plastic Mixer. Давайте её сделаем. Единственное, что я тоже не помню, требуется ли ей этот самый давление. Нет, не требуется. Ей нужно просто сюда дать краску. Что касается краски. Сколько у меня Буммио, допустим? Буммио, кстати, у меня, скорее всего, мало, потому что я его весь израсходовал на лазурит. Но у меня, наверное, есть теперь лазурит. О, да. Давайте возьмём три стака лазурита. Это самый будет, наверное, невыгодный обмен. И я из них сейчас сделаю при помощи своей линзы стак красной, стак зелёной и стак синей краски. Синий не нужно, она уже красная. Это уже есть лазурит. Это хорошо. Где моя линза? Я ушёл на переделку. Вроде всё готово. Давайте поставим его, допустим, сюда. Да, тебе, в принципе... А, нет, всё-таки тебе какая-то нужна температура. У тебя, что ли, тоже подогревать? Ну, ладно. Если что, мы сделаем аналогичную систему. А пока что давайте возьмём... Где мои трубы? Я совсем слепой. Вот мои трубы. Сделаем вот так. И здесь хоть что-нибудь уже случилось? Температура 85 в смысле? А куда температура-то вся ушла? А теперь она почему-то резко поднимается. Есть такое ощущение, что вот этот вот блок, который здесь стоял, он тоже радовал нашу вот эту штуку тем, что у неё было вокруг тепло. Если мы с вами сделаем вот так... Во! Сразу как, смотрите, пошло-то всё. Её тоже нужно окружать, оказывается. Что-то я об этом не подумал. Ладно. У нас с вами из одного угля получается... И 100 миллилитров LPG. Получается одно ведро жидкого пластика. Это очень хорошо. Давайте здесь сделаем игнорт, чтобы всё это сразу залилось сюда. Два ведра у нас с вами есть. Давайте возьмём ещё некоторое количество угля, которое у нас должно было остаться в нашем компрессоре. Допустим, 29. Почему бы нет? И запихнём в нашу машинку, чтобы она нам с вами пластик производила и производила. Да, вот. Буквально без устри, чтобы она это делала. Блин, не перегреть бы её случайно. Хотя, ладно, много не мало вроде. Так, и сюда мы с вами, соответственно, кладём красный, зелёный и синие компоненты. Теперь, для того, чтобы получить сам по себе пластик, мне нужно было что-то сделать странное. Белый пластик. Мне нужно это как-то выбрать. А, вот. Мы с вами должны выбрать цвет. Я себе буду делать синий пластик. Синий пластик. Делайся. Что тебе нужно? Тебе нужна, наверняка, какая-нибудь температура и что-нибудь типа того. Ребятки, пока я здесь, собственно, с вами лясы точил, вот у нас с вами получился уже синий пластик. Единственное, что я не понимаю, почему она это делает достаточно долго. То есть, как вообще увидеть её прогресс-то? Или ей всё-таки нужно сюда дать немножко температуры? Я так подумал, что давайте мы с вами вообще, знаете, что сделаем? У меня же здесь лава есть. И вроде как лава тоже является... Ага, наверху убил очивку. Тоже является источником тепла. То есть, если мы с вами сделаем вот так, у нас с вами температура должна подниматься, и, возможно, у нас при этом будет быстрее производиться пластик. Не знаю, не знаю. Смотрите, мы с вами сколько уже здесь сделали. Блин, я прямо ещё сюда хочу положить угля. Я совсем дебил. Нужно просто кликать. И всё это мгновенно производится. Может быть, нам с вами даже не нужно было эту машинку в итоге и лавой подпитывать. Давайте я, греха подальше, её отсюда уберу. А то вдруг перегреется и что-нибудь не то сделает совершенно. Вот меня, ребятки, поздравляют с первым пластиком. Это отлично. Зачем он мне, собственно, нужен? Для того, чтобы делать себе цилиндры. Я не понял, юзыч. Во-первых, мы с вами теперь сможем сделать продвинутый жидкостной компрессор. Но это ладно. Фреймы, штуки, дрюки. Вот он. Пневматический цилиндр. Потому что это, собственно, дальше, что нам необходимо будет сделать. И нам придётся себе сотворить специальную ботаническую штуку. Но для этого придётся немножко поупарываться в таункрафт. Потому что нам с вами нужно сделать соль для ванн. К сожалению, я до сих пор это дело не изучил. Ммм, чёрт. И, ребятки, чё-то я так подумал, что мы с вами уже записали достаточно для этой серии. Поэтому, наверное, остальное уже будет за кадром. Я постараюсь всё-таки изучить себе эту самую соль. И я должен сказать большое спасибо Литариусу за убитого визора. Большое спасибо Батратбану за LPG. И большое спасибо Мортему за пластик. Ребятки, также большое спасибо всем, кто меня поддерживает. А мы с вами увидимся в следующий раз. Я надеюсь, что вам понравилось. С вами был Зигзэхэш. До новых встреч, как обычно. Всем счастливо! Субтитры сделал DimaTorzok